МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16-й финала Кубка Белоруссии по футболу. Этот этап розыгрыша трофея не обошелся без сюрпризов. Борьбу на этой стадии завершили три клуба высшей лиги. По-разному сложилась судьба команд Гомельской области. Светлогорский химик проиграл футбольному клубу Слуцк. Мозырская славя одолела Минская торпеда. Но, пожалуй, самым неожиданным стал матч между Гомель-Желдор-Трансом и Крумкачами. Вороны в Гомель прилетели в статусе фаворита. Клуб, грандиозно влетевший в высшую лигу и весьма уверенно поднимающийся по турнирной таблице, в последнее время заставляет говорить о себе все чаще и чаще. Трансферная политика белорусской язычи и негаснущий запал. Видимо, это накануне кубкового матча привлекло внимание одной курьезной персоны, жаждавшей во что бы то ни стало помочь железнодорожникам одолеть минчан. В пресс-службу Гомель-Желдор-Транс обратился человек, из-за которого, по его словам, проигрывает хоккейный клуб «Динамо-Минск». Но гомельчанам специалист по связям с высшими силами предложил организовать выигрышную серию. Мы относимся ко всем предложениям серьезно, в принципе. И разговорились, оказывается, это человек экстрасенс, предлагая свои услуги по тому, как поработать с командой, поддержать игру, обещал, что четыре игры будет держать. Говорил, что предлагал когда-то свои услуги футбольному клубу «Гомель». К сожалению, они отказались и, возможно, из-за этого не покинули высшую лигу. Гомельчане тактично скрыли свое отношение к подобному предложению, но бороться с кромкачами решили без помощи экстрасенсов. Хотя в схватке с «Воронами» смотрелись не очень-то уж уверенно. Особенно после первого гола. На 11-й минуте свой 25-й мяч за «Минчан» забил Евгений Шикавко. Впрочем, ничего особо выше лиговского в гостях не наблюдалось. Железнодорожники сравняли счет за пару минут до перерыва. В кубковых играх нет разницы в классе команды. То бишь, высшая лига, первая лига, вторая лига не имеют значения. Это игра за кубок. Это другой турнир. Поэтому здесь проигравшего бывает. Надо конкретно в определенную игру выложиться полностью. Тренерский штаб «Минчан» признавался, что ставку на кубок клуб не делал. И постепенно это стало проявляться все больше. Гомельчанам не хватало точности и адекватности в реализации. На гости как-то и не чинили препятствий. Железнодорожники большую часть второго тайма просидели на половине гостей. И на 69-й минуте Андрей Лавренчук дожал столичного галкипера 2-1. Все оставшееся время маленький, но гордый и переполненный стадион из Дюшор-8 умолял хозяев продержаться до финального свистка. Что те с удовольствием и сделали. Гомель жил Дортранс, одолев футбольный клуб Крумкадши, прошел в 1-8 Кубка Беларуси. Не решена судьба еще двух команд Гомельской области. Калинковическая вертикаль свой матч с Ислачью сыграет 26 июля. Футбольный клуб Гомель примет «Динамо-Минск» только 1 сентября. Гомельская область К этой возрастной группе особое внимание. Белорусская федерация футбола участвует в проекте УЕФА по созданию детских футбольных академий. Уже набраны команды из талантливых ребят 2000, 2001 и 2002 годов рождения. На очереди 2003. Так что нынешний кожаный мяч для некоторых юных футболистов может стать трамплином в большой спорт. Сегодня мы осуществляем набор. И с 1 сентября начнет функционировать специализированный класс при Академии, при Федерации футбола, в Академии нашей футбольной 2003 года рождения. Поэтому мы сегодня начинаем просмотр этих игроков, кандидатов. Мы порекомендовали вашим тренерам, вашему региону отобрать здесь на месте и тех лучших ребят, которые проявят себя в областных соревнованиях, привести на республиканский смотр. И тогда при комплектовании 2003 года как раз и будет та картинка, которая нас интересует. Мы заберем все то лучшее, что у нас есть в регионах. А выбирать есть из кого. Кужаный мяч никогда не испытывал проблем с количеством участников. Даже во время летних каникул собрать команду для поездки на турнир не составляет труда. У ребят огромное желание. То есть никого не заставляем. Все добровольно. Молодцы, участвуем. Мы командой советского района 2006-2007 год выиграли по группе городов. Сейчас пришли участвовать старшей командой. Еще раз повторяю, ребята с огромным интересом, желанием идут и участвуют в этих соревнованиях. Команда из Калинковичей приезжает на кожаный мяч на протяжении последних лет практически в одном составе. Меняются только возрастные категории, в которых выступают ребята. Однако, несмотря на это, играть и тренироваться ребята не бросают. Мы уже знаем друг друга лет 7, наверное. Играем. У нас там есть мини-площадка. И мы там все время играем каждый день. На этот раз в группе городов футболисты из Калинковичей финишировали на третьей позиции. Лучшими стали жлобенчане. В суперфинале они встретились с футболистами из Будокошелева, которые первенствовали в группе районов. Победив со счетом 1-0, футболисты из Будокошелевского района получили право представлять Гомельскую область на республиканском финале, который пройдет в сентябре. Совсем скоро, в конце лета, взгляды всех любителей спорта будут прикованы к бразильским аренам. В Рио-де-Жанейро пройдет летний вариант главных стартов четырехлетия. Путевки на Олимпиаду завоевали более двух десятков спортсменов Гомельской области. В целом же регион всегда был на второй позиции в стране по подготовке атлетов мирового уровня. И это не было бы возможно без соответствующей спортивной базы. Наши арены широко известны и пользуются спросом. Стадион «Центральный ледовый дворец», «Дворец водных видов спорта». Легкоатлетический манеж «Грибной канал» принимали соревнования не только республиканские, но и международные. Несмотря на общее неплохое положение спортивных объектов Гомельской области, отдельные проблемы с материально-технической базой все равно остаются. Та же знаменитая из «Дюшор-4» по гимнастике уже давно жалуется на нехватку места. Площади для нескольких видов спорта здесь нужны значительные. «Область располагает для массового спорта 1695 спортивными объектами. Это по официальным статистическим данным. Ну а те, которые непосредственно готовят спортсменов, у нас их в области порядка 80. И одно училище Олимпийского резерва». Одно из центральных спортивных учреждений в регионе – это Гомельское государственное училище Олимпийского резерва. Оно было открыто в 1971 году. В 2003-м появился филиал в городе Мозыре. Ежегодно в училище переходит более 500 спортсменов из Гомеля, Мозыря и других городов, большинство которых являются победителями и призерами чемпионатов и первенств Республики Беларусь, а также международных соревнований. «Наше училище осуществляет свою деятельность с 1971 года. И первую Олимпийскую награду мы завоевали в далеком 1980 году. В настоящий момент у нас учатся 414 учащихся вместе с филиалом в городе Мозыре». На сегодняшний день в училище культивируется 12 олимпийских видов спорта. Для проведения учебно-тренировочных занятий арендуются лучшие спортивные базы города. Училище располагает учебным корпусом, общежитием на 160 мест, залами греко-римской и вольной борьбы, тренажерным залом, грибным каналом с вышкой для проведения соревнований. «В 2005-2008 годах здание общежития подвергалось реконструкции. Был надстроен четвертый этаж, устроена термореновация стен, ограждение, линия наружного освещения». Основная задача училища – это подготовка резерва для национальных команд Беларуси. Из этих стен вышли два олимпийских чемпиона. Все это было невозможно без соответствующего оборудования. Над модернизацией материально-технической базы училища работают постоянно. Разумеется, открыть новое современное отделение удается не каждый год. Не позволяют финансы. Но определенное улучшение можно сделать даже собственными силами. Осенью 2015 года были выделены средства из областного бюджета на устройство гимнастического городка во внутреннем дворе училища. И частичный ремонт асфальтобетонного покрытия двора. На ближайшие планы планируется устройство многофункциональной площадки для подвижных игр. То есть мини-футбола, гандбола, волейбола. В подчинении училища Олимпийского резерва находится и грибной канал в Якубовке протяженностью 2200 метров. Современная инфраструктура здесь появилась в 2009 году. Первоначально мы здесь расширили грибной канал, почистили, облагородили его. Вот он стал у нас, ширина его стала 105-106 метров, глубиной 3 метра по всей акватории канала. Ну и потом вот в 2009 году сделали вот эту вышку судейскую так называемую. Настоящая гордость училища Олимпийского резерва – это новый спортивный комплекс Мозырского филиала. Этот проект стал результатом сотрудничества государства и бизнеса. Успехи мозырских спортсменов известны давно. У нас учились спортсмены, участники, призеры Олимпийских резерва – Гребля на Байдарках и Кануэ. Надежда Лепешко, Маргарита Тишкевич, Ольга Худенко, Гребля Академическая, Станислав Щербаченя, велосипедный спорт, Константин Севцов и многие-многие другие. Новый многофункциональный спортивный комплекс включает в себя залы для тяжелой атлетики, сухой гребли и общей физической подготовки, а также восстановительный центр с медицинскими и массажными кабинетами. Реконструкция и строительство за счет областного бюджета на объекте начались в 2011. В ближайшее время планируется начать строительство второй очереди спорткомплекса. В этом году разработают проектно-сметную документацию. Работы будут вести за счет областного бюджета. В целом, совершенствование материально-технической базы – одна из основных задач спортивных функционеров области. Сегодняшний день, благодаря и губернатору нашей области, Владимиру Андреевичу Дворнику, и благодаря той поддержке финансовой, которая сегодня идет от местных органов власти, на мой взгляд, условия для развития олимпийских видов спорта в Гомельской области есть. И сегодня эти наши базы спортивные замечены не только старшими тренерами национальных команд, но и иностранными командами. Все остальное – дело совместного труда тренеров и спортсменов, которое, надеемся, в Рио выльется в приличный список олимпийских наград. Набережная реки Сож со стороны Гомельского парка и без того облюбованная многочисленными рыбаками на этих выходных стала центром настоящих спортивных баталий. Гомель принял второй этап чемпионата страны по фидерной ловле. 11 команд из многих белорусских городов, несколько десятков спортсменов и тренеров. На набережной Гомельского парка было достаточно многолюдно. С каждым годом этот вид спорта набирает все большую популярность. И одновременно растет класс белорусских спортсменов. Последнее достижение и, к слову, самое громкое за всю историю страны – пятое место на чемпионате мира в Сербии. Белорусскую сборную торжественно поздравили во время открытия Гомельского этапа чемпионата. В город над Сожем спортсмены съезжаются весьма охотно. Местная река славится своими уловами и азартом, даже если за внешним спокойствием рыболов этого и не видно. Фидер – это снасть, когда лох идет с кормушкой, в которую набивается прикормка. И получается, что прикормка сразу падает на дно, и рядом с ней находится поводок с наживкой. Поклевку спортсмены регистрируют по кончику удилища. То есть, когда рыба клюет, она сгибается и с ней не таскивает. В этом году, говорят, уловы не такие большие, как обычно. На победу на этом этапе одержала команда «Фидер.бай». И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова